Не так давно мы рассказывали о краевом семинаре-совещании, где славянские педагоги подготовили содержательную программу для руководителей управления образованием со всего края. И вот новое интересное мероприятие – семинар для педагогов из Тихорецкого и Темрюкского районов. Подробности в нашем следующем репортаже. Руководители образовательных организаций Тихорецкого района побывали в Славянском первом лицее, где им показали наработанный опыт по реализации межпредметных связей в процессе преподавания. Современный этап развития характеризуется взаимопроникновением наук друг в друга. Межпредметные связи являются конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся. Мы будем показывать реализацию межпредметного подхода, который мы отрабатываем на уроках в нашей школе. И действительно, сегодня будут два урока показаны по теме времени – урок русского языка и урок физики. Как это понятие времени можно рассмотреть с разных сторон для того, чтобы у детей сформировалась единая картина мира. По этому вопросу мы работаем на протяжении уже нескольких лет, у нас есть опыт. В течение всего года у нас проходит методический семинар, и все педагоги пробуют себя, пробуют реализацию этого подхода, опробируют разные приемы, методы. Поэтому нам есть, что сегодня показать, нам есть чем поделиться. Я думаю, что это будет действительно интересно. Руководители учреждения образования побывали на уроке литературы, где говорилось о времени. Подход, конечно, был неординарный, чтобы отразить эту непростую тему. Затем о времени говорилось на уроке физики. Это впечатлило участников семинара. Именно здесь, на этой площадке, на площадке лицея, о котором мы наслышаны, потому что здесь внедряются новейшие технологии образования, воспитания. Мы хотим для себя что-то почерпнуть новое. Может быть, мы поделимся в дальнейшем чем-то своим новым, своими какими-то приоритетами. Пока здесь мы находимся и черпаем в свою копилку однозначно новый и такой вот профессионализм. Мы уже побывали на уроках филологии, сейчас мы придем на урок физики. Но самое главное, знаете, что мне здесь очень понравилось? Вот мне как директору. Я директор гимназии, и в Тихорецке точно такая же по формату, по проекту гимназия, как и этот лицей. Казалось бы, проект одинаков в школах, но школы по сути разные. Так и получается в образовании. Вроде бы тема урока одна, но каждый ее излагает и преподает по-своему. Вот этот обмен опытом – это новый вектор в развитии всего образования. Осуществление межпредметных связей делает знания более значимыми и применимыми. Это помогает учащимся использовать их в учебной и во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и общественной практике. Представители дошкольных образовательных организаций из Темрюкского района побывали в первом детском саду, который в последние годы преобразился после строительства нового корпуса и ремонта старого. Я конкретно, как педагог старшей группы, стала членом Союза дошкольников России и вместе со своими детьми участвую в живых письмах дошкольников. То есть мы с помощью письма общаемся с педагогами, детьми других детских садов не только внутри района, но и по всей России. На нашей группе находится интерактивный пол, который позволяет детям развиваться, развитие логического мышления, математических способностей, двигательной активности. В этом оборудовании есть игры, которые помогают расслабиться детям не только физически, но и эмоционально, снять эмоциональное напряжение. В нашем коллективе работают прекрасные педагоги, учителя-логопеды, педагоги-психологи. Педагоги увидели, как работает и как оснащён детский сад. Это и мебель, и специальное оборудование для игр и развития. Конечно, всё это понравилось коллегам славянцев. Реализуя программу технической направленности, я учу детей конструированию, творческому мышлению. Также они учатся работать в команде. Для того, чтобы дети поверили в себя, мы, конечно, начинаем с малого. Развитие мелкой моторики, творческого мышления, конструкторских каких-то идей, реализации. Четвёртый детский сад самый молодой по своему возрасту в Славянском районе. Но за годы работы здесь накоплен богатый опыт, которым они всегда готовы поделиться. Мы стараемся улучшать наше пространство, создавать комфорт и уют для наших воспитанников. Когда детский сад только открылся, нас, конечно, очень пугали. Эти коридоры, реагриации большие. Но в настоящий момент нам даже уже тесто на наших 4 220 квадратных метрах. Мы оказываем дополнительные образовательные услуги. Мы работаем со школой искусств, с центром развития творчества, с центром развития спорта, со славянским казачьим обществом. Славянские детские сады произвели большое впечатление на участников семинара. Мы сегодня посетили два детских сада города Славянска. В детских садах создана уникальная образовательная среда, большие возможности для детей. Коллегами ведётся огромная воспитательная, образовательная работа. Мы благодарны Славянскому району за тёплый приём и за возможность перенять этот значимый и важный опыт. Конечно, все идеи, которые мы сегодня подсмотрели, мы обязательно применим в своём детском саду и думаю, что тоже чем-нибудь поделимся. Для педагогов школы детских садов очень важно иметь возможность учиться самому и активно делиться своими наработками, чтобы уже имеющиеся успехи рождали новые. Особенно интересны практики других муниципалитетов Кубани. Поэтому такое сотрудничество и дальше будет развиваться и укрепляться. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».